вот продолжаем наше путешествие в прошлый раз мы пытались записать наш ролик около особенного места в городе Внадзор мы уже месяц живем здесь, в Внадзоре и очень этому рады встретились здесь Новый год с удовольствием было замечательно, чудесно, прекрасно и вот особенное место которое мы хотели рассказать у него есть предыстория потому что нас одна девочка научила, мы спросили у нее как будет на местном языке, с Новым годом она сначала размеялась, сказала ой, это очень длинно типа не пытайтесь, но мы все равно попытались и запомнили шнор хавор шнор хавор, нор тари вот, и когда мы да, когда мы гуляли первого января после, собственно, новогодних всех праздников мы пошли, гуляли было полупустынно, замечательно мне захотелось поэкспериментировать как это, ну, почувствовать это на вкус эту фразу вот, и там один дядечка шел местный и я с ним поздоровалась на местном языке он очень обрадовался спросил меня американцы почему-то да, почему-то мы американцы, хорошо вот, но это не важно ну, мы разговаривали там за жизнь, за то, за силу он прекрасно говорит по-русски но потом он неожиданно спрашивает а вы не пробовали нашу минеральную воду? пойдем, говорит, покажу мы удивились первое января утро все магазины закрыты ну, мы до сих пор как-то минеральную воду привыкли пить из бутылок извините да, так это продается в супермаркетах мы были удивлены но он нас уверенно куда-то ведет и мы идем за ним потому что, ну, мы ему доверяем и он нас приводит к фонтанчику таких фонтанчиков очень много здесь расположено но вот этот был особенный потому что из этого фонтанчика реально идет минеральная вода самая настоящая минеральная вода просто, она даже теплее, чем обычная вот из этих фонтанчиков и мы, да, мы очень нам, конечно, захотелось рассказать именно об этом тоже мы хотели взять ролик там но это очень популярное место там столько было ребят, людей они приезжают, другие уезжают они набирают воду другие ждут, когда можно набрать воды потому что рядом с фонтанчиком еще там источник то есть там бьется вода ну, так, свободно да, и это вода особенная она, конечно, полезная и для желудка и для лица да, и для волос ну, так дяденько сказало мясо мы как почитали потом в интернете тут оказывается, что ну, нахуй, у нас оказывается да, надзор это курорт тут санаторий есть да да в общем, очень интересное место кстати, мы сейчас находимся в еще одном интересном месте в городе надзор да, это ботанический сад да, это ботанический сад он немножко такой запущенный особенно зимой, я думаю ну, зимой, да где-то он тут немного по более, наверное более людно более, наверное, нарядно но здесь вот такое вот место сейчас здесь очень много птиц и, кстати говоря хотелось вам показать тоже здесь есть такое вот интересное сооружение мы обнаружили это скворечник на много-много гнезд на много-много этажка птичья многоэтажка да вот да интересно такие интересные вещи здесь происходят еще мы были в гостях у Армена Патиняна который вот хозяин в гостях у которого мы в гостях сейчас да вот это была тоже очень интересная встреча интересный человек интересный, да хозяин школуница она столько всего наготовила вкуснячьего всякие разные блюда разные блюда интересные что-то местные армянские это прям красота и Армен он тоже вот замечательный такой человек он стоял фактически у истоков местного интернета местного движения по этим гестам тоже туризм поддерживает ну в общем очень активный такой человек и много интересного нам рассказал об Армении жизни, которая здесь вот это было правда очень приятное впечатление я так был хорошо да нам тут пришел еще местный такой товарищ да ну он стесняется показываться ну ладно все-таки мне очень хочется показать он просто так пришел нам помочь да он видите какое чудо тут гуляет ну это конечно чей-то явный песик потому что кстати вот интересно по-моему рассказывали у всех местных собачек здесь бирки на ушах у бродячих да за ними следят здесь не просто так все это тоже и да еще тут много забавного произошло конечно чего хочется рассказать вчера вот например да просто вчера был забавный случай мы нашли новую пекарню тут свежий прям хлебушек пекут все говорят по-армянски я подхожу можно нам один хлебушек по-русски по-русски говорю потому что по-армянски я не знаю как это вот она так обрадовалась говорит ой как вы хорошо по-русски говорите я прям что ж теперь скажешь так что пойдем опять в эту пекарню да сейчас вот кстати за хлеб вкусным хлебушком зайдем здесь вообще вот что нам очень понравилось в Армении здесь каждый магазинчик такой как бы вот у него есть свой хозяин или хозяйка который прям вот следит и всегда посоветует чтобы да самое лучшее чтобы понравилось покупателям чтобы мы купили потом вернулись еще за этим товаром очень да приятно это то есть приходишь как будто в гости к человеку и очень так с душой все это рассказывают там о том что видно что человек любит свое дело вот это вот несколько раз уже такое встречали здесь и вот про пекарню у нас еще тут есть тоже знакомая пекарня где больше кондитерская такая калина называется и там мы обычно покупали хачапури и пирожные очень вкусные в основном власти у них кондитерская другая кондитерская тоже нам понравилась здесь мишка по-моему называется мишка там мы конфетами и печеньем затариваемся вот у мишки хозяйка этого магазинчика именно она научила нас говорить шнурхавор но тариф респект сори мы не знаем какой зовут но тем не менее вот если что надо будет познакомиться очень хороший магазин да хорошо так что мы остаемся здесь будем продолжать вас рассказывать делиться открытиями обитатели многоэтажки прилетят да обитатели многоэтажки прилетели а я думаю не весной они более активны да там пока что тихо в этой многоэтажке птичьей весной будет там плохо ну ладно оставайтесь с нами мы будем делиться с вами находками хорошо всего вам доброго пока-пока до свидания